всем всем добрый день меня зовут елена ронина и я приветствую вас у себя на канале который называется давайте говорить друг другу комплименты и вот сегодня такая тема давайте знаете поговорим о чем про санатории вот совсем недавно был в моей жизни такой опыт я приехала в курортный городок но мы останавливались не в санатории а в гостинице то есть никаких процедур никаких массажей не бан ничего на самом деле я об этом мечтала всегда чтобы оказаться вот в курортном городе где прекрасный воздух или горы или море или просто какая-то прира природа лес шикарный и не сидеть в ванне вот и не пить воду и не вообще смотреть все время на часы чтобы вообще все на свете не пропустить а просто гулять и вот наконец я такую возможность первый раз получила более того я вам честно скажу что когда я приезжаю на такие курорты то в основном санаторным вот таким обслуживанием большим пользуется мой муж а я так знаете совсем чуть-чуть но тем не менее я привязана к нему я вот сижу все время и жду когда он оттуда придет отсюда придет и вот сейчас у нас получился совершенно другой отдых ну потому что этот отдых был связан с деловой поездкой и мы знали что у нас в общем будет много всяких деловых встреч и деловых переговоров и мы точно не знали какое-то время будет и мы должны были с нашими партнерами жить в одной гостинице вот поэтому была эта гостиница но в общем вот давайте я вам покажу и гостиницу эту в кисловодска который в кисловодске которая называется green park resort spa отель расскажу немножко об этой гостинице но и потом сделаем выводы все-таки как лучше хочу вас немножко познакомить с этим отелем но вот такая входная группа везде очень красивое оформление и все это в одном стиле но я бы сказала что это эко стиль и вот на рецепшен вас даже встречает кинофильм небольшой такой ролик об отеле где в принципе пока вы оформляете документы на въезд вы можете посмотреть все всю информацию об отеле но вот несколько таких входов в отель в один корпус другой все такие французские окна и двери от пола практически до потолка очень красиво оформлено оформлены растениями все входы но и дизайн отеля вот он тоже весь еще раз повторюсь в одном стиле он такой серо-черный и везде вот какие-то растения но в основном конечно искусственные в гостинице есть бювет два вида воды это есентуки славяновская но к сожалению этот бювет работает по часам то есть если вы придете в другое время воды там не будет то есть если например после 7 часов мы придем то и все то есть понятно что вода здесь привозная на в резервуарах но что делать но и главное помещение гостиницы это ресторан ресторан роскошный и в первую очередь вот по своему дизайну потому как он расположен вот это мой завтрак про которое вам уже рассказывала и из-за ресторана тоже открывается большая дверь и можно выйти на территорию отеля это такой парк который принадлежит этому отелю он очень облагорожен там красивые цветники но в конце видео я обязательно вам покажу и розы которые там растут мы давайте еще немножко пройдемся по территории ресторана вот вы слышите такая ненавязчивая музыка играет и за завтраком и если мы приходили на обед и за ужином все это очень приятно вот можно на завтрак уже взять себе шампанского ну правда за 90 рублей но игриста и вино просека ну прям скажем она нам что-то не очень понравилось вы знаете много воздуха на много территории очень но и вот мне один из работников ресторана вот меня отвел на второй этаж и показал вид сверху ну вот такой разнообразный шведский стол на завтрак очень обильные главное что тут можно выбрать но что еще чем хороша эта гостиница или не хороша в но в общем здесь еще можно купить квартиры то есть это на самом деле много квартирный дом и цены на квартиры огромные прямо скажем даже по московским меркам но видно что стоянка полная и мы ради интереса даже хотели вообще зайти посмотреть что за квартиры там продаются но все квартиры в этом комплексе уже проданы ну вот немножко меня тут муж поснимал то есть многие приезжают и москвичи здесь приезжают я вижу что много с колясками то есть видимо папа привозит свои семьи и они отдыхают в кисловодске ресторан этот ресторан гостиница извините она находится на горе то есть горы в общем достаточно с такой большой спуск но метров наверное там я не знаю 50 или там вниз надо будет спуститься а потом также достаточно круто подняться вот и но с другой стороны гостиницы находится в очень тихом месте но и в гостинице есть еще спа комплекс и большой бассейн к сожалению когда мы туда приехали все было закрыто я попросила персонал гостиницы хотя бы показать мне этот спа комплекс чтобы я могла вот видео своем показать его но мне это сделать не разрешили вот поэтому а многие приезжали кстати говоря сюда ради бассейна здесь кстати еще много конференц-залов и проходят учебы проходит и приезжают целые компании вот и проводят здесь какие-то свои интересные мероприятия но вот мы просто здесь жили ходили на завтрак вот несколько раз поужинали здесь кухня очень хорошая нам рассказали что шеф-повар здесь из бангладеш но никакой такой специальной кухни не было кухни в общем европейская ну а мы сейчас давайте все-таки пойдем гулять значит мы каждое утро ходили до завтрака гулять с палками я хотела по нижнему парку ну а муж мой не ходил везде и много и забирался на всякие горы находил что нибудь очень интересное ну а потом вот после завтрака уже мы вместе шли с ним гулять вот по тем теренкуром вот который он открыл для себя и вот как-то он интересно очень вот такую интересную нашел площадку с рестораном ресторан называется чайный домик ну вот для тех кто бывает часто в кисловодске это место известное мы вот только сейчас его обнаружили но и вокруг как этого частного чайного домика вот расположено несколько таких интереснейших и удобных площадок вот сейчас мы уже зайдем с вами на смотровую площадку но видите вот такие большие лежанки они все сделаны как раз вот навстречу солнцу и можно в любое время года лежать и загорать и отдыхать но вот сейчас давайте подойдем к самому краю смотровой площадки и просто полюбуемся красками осеннего кисловодска это конечно что-то совершенно невероятное и феноменальное по своей красоте по своему разноцветию я такого вообще нигде не видела и вот не устаю повторять что вот мы были в японии специально в сезон красных листьев ездили смотреть на осеннюю красоту но вот пожалуйста кисловодск он как мне кажется не уступает ничем парк огромный за каждым поворотом что-то у нас другое за каждым поворотом новые вы увидите и растения и где-то это такое пышное цветение где-то это просто сопки очень много гор но вот смотрите какие красивые перголы и опять же можно прийти вдвоем можно одному можно целой компании здесь есть большая детская площадка кстати говоря вот видели мы и собачника со своими собачками но все это знаете никак не не мешает отдыхающим и собачки общем как-то здесь вот которые пришли со своими хозяевами не лает кстати говоря в кисловодске очень много братячих собак но наверное покажу вам еще в своих роликах этих собак и собак и кошек просто стая огромные и с щеночками сначала я их очень боялась но потом поняла что в общем бояться нечего они такие ручные вот такие вот мостики интересные и все это так атмосферно и очень ухоженно все приведено в порядок но давайте зайдем в этот чайный домик мы решили туда зайти пообедать и вот чайный домик ну в общем с трудом нашли место очень красивое меню вот с такими иллюстрация меня обыкновенными совершенно но к сожалению несмотря на то что мы пришли только-только был час уже практически ничего и не было в общем выбора не было но давайте еще просто немного прогуляемся и 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 Ну а мы тем временем начали спускаться вниз. Вот тоже, знаете, тут все продумано. Можно спуститься быстро по лестнице, а можно вот по такому длинному-длинному лабиринту. И спуск, особенно подъем, он, конечно, совсем не тяжелый. И мы по сторонам можем, опять же, наблюдать потрясающую совершенно природу Кисловодска, столько зелени. И с удовольствием здороваются люди, которые идут вам навстречу, рассказывают, сколько еще нам спускаться или подниматься, и куда мы в итоге придем. Все очень доброжелательно настроены, что тоже очень приятно. Люди приехали отдыхать. Кстати говоря, очень много отдыхают пар и среднего возраста, и пожилого возраста. Как приятно смотреть на такие пары. И утром они гуляют неспешно, а кто-то вместе ходит с палками, а кто-то вот так же, наверное, как и мы, сначала вместе с палками выходят, а потом расходятся в разные стороны. Это вот тоже такая площадка, но известная очень в Кисловодске, называется Царская площадь. Сюда тоже все приходят обязательно и посмотреть на вот этот необыкновенный домик и на ели, которые здесь растут вот с такими иголками до земли. У этой части парка есть, конечно же, своя история, которая связана с царскими особами, которые здесь были. В общем, очень все атмосферное. Вот вы видите, уголки все разные, везде есть лавочки. Кстати говоря, скажу, что везде есть сейчас и туалеты. Стоят они 20 рублей, но они везде есть, и это тоже очень важно. Ну и вот мы уже спустились совсем вниз на курортный бульвар. И еще раз давайте пройдемся вот по такому парадному Кисловодску. Вот сейчас уже здесь нет роз, но все равно цветники розы, видите, уже отцвели. Но цветники и одни, и другие очень разные. Все равно красиво и заставляет и остановиться, и посмотреть. И еще раз, знаете, сделать себе какие-то выводы, что можно сделать на своем участке. Ну потому что, в общем, это все возможно. Сфотографируй и будь себе потом ландшафтным дизайнером. Конечно, Кисловодск, он необыкновенный. Вот многие пишут, что он манит, он не оставляет, у него есть магия. И если ты хоть раз приехал в Кисловодск, прошелся по курортному бульвару или по парку Кисловодскому, который, как мне кажется, он необъятный, ты обязательно сюда вернешься. Ну вот центральное место курортного бульвара – это фонтан, он музыкальный. А вечером тут очень красивая подсветка, и всегда собирается народ. И, ну, действие необыкновенное. Три ресторана, Огонек, Наши соседи, и вот Новиковский ресторан, Высота. Рестораны все хорошие. Ну а я вам еще хотела показать все-таки, как обещала в начале видео, территорию парка нашего отеля. Потому что она тоже какая-то необыкновенная. Я такой территории не видела. Она совсем небольшая. Ну как небольшая? То есть теренкуры здесь проходить нельзя. Но можно, вот здесь я вижу и мам с колясками. Кстати говоря, вот в нашем отеле можно отдыхать со своими домашними питомцами. И здесь, кстати, вы сейчас увидите таблички, что, пожалуйста, убирайте за своими питомцами. На самом деле тоже, ну вот это вот как раз сейчас таблица, табличка. Ведь для многих хозяев, у которых есть собачки, это проблема. Потому что не хочется собачку оставлять. А если ты куда-то едешь, то получается, что это какие-то съемные квартиры. Непонятно что. А вот здесь вот ты можешь остановиться в очень хорошем четырехзвездочном отеле. Где всегда чистота, прекрасная уборка. И обязательно вода ставится на день. Но вот мне хотелось показать территорию. Потому что здесь тоже очень много своих таких альпийских горок, уголков, каких-то очень разнообразных, разноплановых. И, конечно, все это объединяет розы. И розы разносортовые, которые вот на перголы, плетистые розы. И вот посредине стоит елка. То есть я так понимаю, что здесь празднуется Новый год. И, конечно же, к Новому году эти елки украшаются. Есть просто территория, где она такая в гальке. Вот смотрите, еще вот такой уголок. Где можно просто посидеть. Просто там скамеечки. Посидеть или можно полежать. И, кстати говоря, посредине здесь тоже фонтан. Сначала он работал только вечером. Вот сейчас мы днем пришли, пока не было фонтана. Кстати говоря, вот мы видим сейчас внизу ресторан. И под рестораном как раз спа-комплекс. Ну вот, который, к сожалению, и не работал. Ну вот у нас было совещание рабочее. Мы как раз проводили его вот именно в этом розовом саду нашего отеля. Вот вы видите, здесь есть еще один ресторан грузинской кухни. А это вот те самые лавочки, где тоже можно собраться компанией. И поговорить, и во что-то поиграть. И, может быть, даже здесь какие-то представления устраиваются. Не знаю. Ну, поскольку сейчас уже, в общем, холодно. Как видите, народа немного. Хотя, вот видите, весь в гостинице-то пустых номеров нет. Но как-то все рассредотачиваются. Кто на курортном бульваре, кто в парке. Ну, а мы вот какое-то утро провели, вот полдня. Когда были на этом совещании, вот в нашем парке. Но поскольку у нас звук был включен, мы могли просто разговаривать и одновременно рассматривать вот эти затейливые, практически японские растения. Вот очень красиво, видите, дизайнным ландшафтным дизайнером оформленные. И вечером, конечно, здесь включается освещение. Но это отдельное удовольствие, вот гулять вечером между этими розами. И, кстати, хочу вам сказать, что розы все прекрасно совершенно благохают. Невероятный аромат от этих роз и от всех разный. Но давайте еще чуть-чуть погуляем по нашему парку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И это, конечно, было, прямо скажем, не очень. Так что какие выводы я делаю? В санаторий это очень хорошо. Если есть такая возможность, то раз в году нужно ездить в санаторий. Или хотя бы раз в два года нужно ездить в санаторий. Это очень и очень неплохо. Если есть возможность вот так вот ездить просто на прогулке и просто гулять как дополнение, это тоже, это роскошно, это очень объединяет, это, конечно, это очень позитивно. И еще раз повторюсь, что это объединяет вашу семью. И это общие воспоминания не о том, значит, сколько, я извиняюсь, кто клизм сделал, а какие горные вершины вы посмотрели. Это другие воспоминания. В общем, я скажу, что есть плюсы и минусы и у одного отпуска, и у второго отпуска. И, конечно, горный воздух, он очень целебный. Вот мы только прилетели. Я после перелета всегда себя чувствую не очень хорошо. Но я знаю, что уже через пару дней я восстановлюсь, и я буду абсолютно счастлива. Так что я вам желаю обязательно не игнорировать свой отпуск, обязательно куда-то ехать, планировать свой отпуск, проводить его обязательно вместе, чтобы потом на эти прекрасные недели или дни опираться воспоминаниями всю жизнь. Ну вот, с вами была я, ваша Елена Ронина. Подписывайтесь на мой канал. Называется «Давайте говорить друг другу комплименты». Всегда вам рада и чао-чао! Субтитры сделал DimaTorzok